Здравствуйте! Вы на канале Черный Пион. С вами Эмилия Лав. И здесь мы разбираем нарциссов по косточкам. Продолжение следует... Сегодня мы будем говорить на тему абьюзеров и нарциссов. Я расскажу вам истории от моих подписчиц, у которых две свои разные истории, но такие похожие. Так как мы знаем, что нарциссы и абьюзеры всегда действуют по одному и тому же сценарию. Но все равно какие-то различия присутствуют. Какую разницу заметила я между нарциссами и абьюзерами? Абьюзеры чаще всего на начальной стадии отношений более щедры. Они привлекают жертву своими подарками, шикарными ухаживаниями, цветами и так далее. Тогда как нарциссы тоже не все, я здесь не обобщаю. Особенно тихушники или переверзные нарциссы. Не будем сюда включать грандиозных, так как грандиозные тоже способны на шикарные ухаживания. Они намного сложнее. Мы здесь берем средненьких таких нарциссиков, таких лошков, можно так сказать. Даже в начале отношений они не будут тратиться на вас абсолютно. Или по минимуму, или максимум, на что они будут способны, как сказала одна из моих подписчиков, это на пончики и кофе. Вот примерно такую разницу я заметила между абьюзерами и нарциссами. Нарцисс издевается над жертвой морально, тогда как абьюзер издевается над жертвой физически. Если вы видите изначально, что вас забрасывают цветами, покупают вещи, водят по ресторанам, то здесь есть большая опасность того, что в скором времени этот человек будет вас контролировать и переходить к рукоприкладству. Но есть, естественно, нормальные мужчины, которые также водят девушку в ресторан, покупают ей цветы, красиво ухаживают. Тут нужно уже смотреть на детальные аспекты его поведения. Если есть какие-то признаки, что он абьюзер, а они будут изначально, это будет сразу слежка за вами, это будет выклянчивание фотографий, где ты, что ты, с кем-то или даже видео. При мне случалось много раз, когда я сидела с подругами в кафе, их бойфренды, так называемые, все время их контролировали, ни один, ни два, ни три, это происходит сплошь и рядом. И просили выслать видео или фотографию того, с кем она сидит в этом кафе. А вдруг она сидит с мужиками и прямо на этом же столе они все ее имеют. Вот как-то так примерно это все происходит. Кому знакома эта ситуация, пожалуйста, пишите в комментариях. Или, к примеру, когда жертва говорит абьюзеру, что я нахожусь дома, он ей говорит, включи телевизор, исполни мне какой-то домашний звук. И жертва ему посылает отчеты по этому поводу. Это ненормально. Узнаете, что уже вас контролируют, а дальше будет больше и хуже. И дальше уже будет применение физической силы. Почему абьюзер применяет тактику закидывания вас подарками, ухаживаниями и тому подобное? Чтобы ему было легче вас контролировать, так как вы будете думать, что вы ему чем-то обязаны, потому что он вам подарил букет роз. Это уже подсознательно откладывается, что вы ему обязаны чем-то за эти подарки. Это максимум, на что он способен. Абьюзеры очень прямолинейные. Они не применяют вот эти техники, там, как-то сзади что-то где-то. Они на это не способны. Для него самое главное – это контроль. А контроля он может добиться только таким способом, потому что интеллекта его не хватает сделать так, чтобы он вас контролировал без каких-то подарков и без чувства вины. Он не может продумать как-то свои действия. Нарцисс, в нем это заложено меметически. Он просто своими действиями, без всяких подарков, без всяких напряганий по вашему поводу, завоевания вас, он все сделает очень тихо, незаметно. И когда вы опомнитесь, вы просто будете в шоке. Где я, что и почему это все со мной происходит. Потому что он это делает по капле, постепенно, незаметно, с улыбочкой. Нарциссы также обожают контроль над жертвой, но им не нужно прилагать все эти усилия с подарками и с ухаживаниями. Потому что они могут вас контролировать и без этого. Вспомните, у кого было так, что нарцисс много усилий не предложил для того, чтобы вас завоевать. Это происходило все быстро, стремительно. Он даже в принципе для этого ничего не делал. Правильно? Потому что это были ментальные игры, которые вы даже не заметили. Вот и все. Еще хотела упомянуть такой момент, прежде чем начать свои истории, в сторону жертв. Я озвучила свою точку зрения различия нарциссов и абьюзеров. Но также я для себя недавно поняла, посмотрев знаменитый, классный сериал. Кто еще его не посмотрел, бегом смотреть. Это, конечно же, Squid Game. По-русски игра в кальмара. Сериал очень красочный. Костюмы, декорации на высшем уровне. Я почему хочу этот сериал отнести к нарциссам. Во-первых, дедуля, который все это организовал, это понятное дело, что это был хардовый нарцисс, который хотел власть. И под конец своей жизни он все равно решил всем насрать и убить столько людей. На такое способен только нарцисс или какой-то больной на голову человек. Кем он, конечно, и являлся. Главный герой, посмотрите, главный герой что у нас делает? Он у нас гэмблер, который постоянно брал деньги, просаживал их там где-то на скачках. Зависимый игроман. На самом деле у игроманов зависимость не от самой игры, а от адреналина, который они получают от этой игры. За этим чувством гонятся игроманы. Не за самой игрой, конечно. Так вот, насчет жертвы. Здесь происходит то же самое. Почему жертве трудно уйти и оставить нарцисса? Потому что он дает ей адреналин, за которым гонятся игроманы и все зависимые люди. Нарцисса, можно сказать, наркотик. Те, кто видел, меня сейчас поймет. Те, кто не видел, посмотрите, пожалуйста, вы поймете, о чем я говорю. Он был в плачевной ситуации, ему дали шанс заработать денег. Он туда попадает, все окей. Они набрали себе игроков. Ничего, так сказать, не предвещало, правильно? И заманили они его чем? Какой-то маленькой суммой, которую он выиграл. А что делает и нарцисс? Он вас не заманивает миллионами алых роз. Нет. Он просто заманивает вас своей харизмой. Вот этой маской, да, которую он надевает, какой-то вот энергией. Он дает вам на короткое время какие-то эмоции, за счет которых у вас выработался адреналинчик такой интересненький. И вам опять, опять его хочется. И для этого много делать не нужно. То есть он приходит в это здание, там, где, по идее, должна проводиться игра, и ничего не предвещало, правильно? Так же, как и с нарциссом у нас. Ничего не предвещало. Вообще, все безопасно, все хорошо. И тут, откуда ни возьмись, когда они начинают играть, без всякого предупреждения, кукла начинает убивать людей. Люди понимают правила игры уже тогда, когда они втянуты в эту игру. То же самое абсолютно и с нарциссом. Жертва понимает правила игры, которые ей не были объяснены только тогда, когда она уже подсажена на этот адреналин, который нарцисс выдает ей по дозе, по чуть-чуть. И когда она уже внутри вот этого всего, только тогда она понимает, а что-то тут не так. У нее шок, так же, как и у всех этих игроков. Если ты зашевелишься, тебя убьет кукла. И, конечно, в шоке ты понимаешь, что это ненормально. Плюс ты думаешь, что, может быть, это все игра. Я, кстати, до самого последнего момента думала, что это все постановка. В конце вот кто-то выйдет и скажет, ой, да все эти люди живы, не переживают. Это была все игра. Все умерли, и никто никуда не вернулся. С нарциссом будет все так же. Жертва уже будет в полнейшей депрессии, и вернуть себя обратно будет тяжело и долго. И они не могут выйти из этой игры, потому что они должны добежать до вот этой линии, правильно? Иначе они умрут. Если мы будем проектировать эту ситуацию на отношения с нарциссом, это то же самое. Почему жертва не выходит из этой игры? Потому что она уже зависима от него. Пока она не поймет, что это все игра, она думает, что у него есть чувства к ней, которых там даже и близко, конечно же, нет. Вот в чем ошибка жертвы. Нормальный человек, здоровый, пытается найти ему оправдание, сказать, да нет, он же меня любит. Это вот просто он так поступил, потому что у него было безвыходное положение. Он меня не встретил после работы, как обещал, потому что, наверное, бабушку через дорогу переводил. Она всегда будет находить причины, почему он сделал вот это, вот это и вот это с ней. Почему она стоит в 4 утра в окно курит, а он где-то там шляется и занимается своими делами, а она стоит в трясучке. Вот он тот ключом, почему жертва не уходит от нарцисса, потому что она ищет объяснение, почему он себя так ведет. А их она никогда не найдет, ну, за исключением того, когда она поймет, что такое нарцисс. И нарцисс у нас обманным путем вводит в жертву в отношения с ним. Так же, как и в этом сериале. Обманным путем люди были введены в эту игру. Никому не было сказано, что там их будут убивать, кромсать, как мясо и тому подобное. Нарциссы вас предупреждать не будут. Вот вы придете, и вам вот так вот просто перережут все ваши нервы, всю вашу жизнь и не дай бог еще и голову. И тем не менее, когда прошло первое испытание, из 400 человек осталось 200 щенков. Вроде бы как мозг понимает, что это ненормально, что при тебе сейчас убили там кучу людей. Это же криминал. Сначала люди говорят, мы хотим уйти, отпустите нас домой, мы хотим, чтобы погибали люди. Что это такое? Все там в шоке ходят. Все можно нам уйти, мы не хотим играть. И в конце концов, что? Им же предложили сумму побольше. Люди в масках им говорят, окей, давайте проголосуем. И что получается у нас? 50 на 50. 50 проголосовали за, а 50 проголосовали против. Это говорит о чем? Что человек привыкает ко всему. Что бы он ни увидел, ни услышал. Это вот было прям наглядно представлено. Так же и на жертве с нарциссом это представлено наглядно. Когда она постепенно начинает привыкать к его оскорблениям, обесцениванию, унижениям и тому подобное. И начинает с этим жить, а потом ей начинает этого не хватать. Ей даже скучно. Если он пропадает и она начинает общаться с кем-то другим, ей скучно, что ее не оскорбляют, не унижают и не обесценивают. Это все опять же тот же самый гормон, который вырабатывается, поднимает адреналин и без него она уже не может жить. И только ненормальные отношения в таком человеке могут вызвать какие-то чувства. С другими скучно. Это, конечно, идет из детства, потому что нормальный человек не поведется на нарцисса, у него будет здоровая самооценка. Нужно прорабатывать, конечно, детские паттерны, чтобы на все на это не повестись. Ради дозы, жертва, готова на все. И что у нас в конце-то получается? Главный герой выиграл эту игру, все, отлично у него, у него есть куча денег, он должен ехать к своей дочке в Америку. Это же была его мечта, быть рядом с дочкой, купить ей кучу подарков. Сейчас у него есть деньги. И что он делает? Он идет на самолет садиться, ему звонят, говорят, что открылась новая игра, разворачивается, идет обратно. Вот она зависимость. То есть человек понимает, что там будет мясорубка, что там будет опять все убийства, но он туда идет. То же самое происходит с жертвой. Я просто вам хотела рассказать, как мне эта игра напомнила отношения с нарциссом. Как будто бы я опять побывала в этом аду, смотря этот сериал. Очень все похоже было. Насколько он переворачивает ваше мышление с ног до головы, вы просто перестаете думать, как человек. Вы начинаете думать, наверное, как он. Если вы продолжаете, опять влазить туда и влазить, и влазить, и влазить. Вот главный герой, он вернулся почему? Потому что он зависимый игроман, он зависимая жертва. Он знает, что он идет на смерть. Я просто вижу в комментариях, пишут девочки, нарциссом легко управлять. Мне нравится общаться с нарциссами, потому что они такие классные, веселые и харизматичные. Так вот, одна девушка ответила, ну да, давай, до тех пор, пока у тебя онкология не начнется. Я говорю о тех девочках, мальчиках, которые общаются с этими тварями. Прекращайте. Каждый раз, когда вы к ним возвращаетесь, и даже если вы думаете, что вы так же просто с ними играетесь, нет, вы с ними не играетесь. Играются они с вами. Жрут они вас. За исключением, если вы не нарцисс тоже, конечно. Пока вы с ними общаетесь, вы играете по их правилам. Вы жертва, а он хозяин. Вот и все. Когда вы к нему возвращаетесь, знайте, что вы возвращаетесь на верную. Понимаете? Я надеюсь, что меня услышали. Для того, чтобы из этого выйти, прежде всего, человек должен захотеть сам. Это то же самое, что алкоголики. Ни одного алкоголика не вылечишь, если он того не захочет сам. Ну а теперь я расскажу реальные истории своих подписчиц. Итак, начнем. Девушка живет в одном доме с нарциссом. Получается, он ее сосед. Они не знакомы, не общаются, но каким-то образом, пока она выходила по вечерам и общалась с соседями около подъезда, он вклинился в эти разговоры и начал потихонечку общаться с ней. Это все было не просто так. Естественно, он видел ее раньше, положил на нее глаз, прошуршал там в соцсетях, чтобы понять, что она и кто она. Вот это вот вклинивание в разговор между соседями, это, скорее всего, был первый шаг к знакомству. Девушке он совершенно не понравился, как в принципе и во многих-многих случаях, если вы могли заметить, нарцисс изначально внешней жертве не нравится. Не знаю случаев, когда жертва сразу сказала, о, да, это мужчина моей мечты, да, это он. Нет, изначально всегда ты его видишь как какой-то отстой. И вообще на него смотришь, думаешь, господи, куда вообще, куда ты вообще ко мне подходишь даже. То есть жертва изначально думает так, во многих случаях, я не обобщаю. У него была собака, а девушка очень любила собак. За счет собаки своей он как-то вызвал в ней доверие. Они пообщались, естественно, он все про нее прознал, все ее вкусы, предпочтения и тому подобное. И смотрите, как нарцисс действует. Он ей звонит и говорит, собаку, например, зовут Боб. Мы с Бобом приглашаем тебя на кофе. Вы понимаете, да, то есть не я тебя приглашаю на кофе, а мы с Бобом. Это такое завуалированное приглашение на свидание. Я изначально знаю, что это вызовет в ней улыбку. В принципе, уже 90% успеха. Нормальный человек, ну, может, и пошутит так, но без всякого подтекста. Ну, вот это вот чудовище. Конечно, оно свою собаку использовалось в целях привлечения жертвы. Они пошли попили кофе. Конечно же, тут уже какую-то эмоциональную связь он немножечко с ней наладил. Потом он ей говорит, а давай с тобой сходим в кино, прогуляемся, давай завтрак. Они списываются с утра, все хорошо, с семьей они должны встретиться. И что вы думаете, а он не пришел на встречу? Он не написал, он не пришел, он еще просто слился и пропал. Девочка собралась, накрасилась, она сидела и ждала, отменила свои планы, которые у нее намечались на этот день. И он не пришел, он не пришел и все. Как-то они, значит, опять встретились. И она ему задала вопрос, что вообще происходит, даже если ты им не смог, ты бы мог бы написать, ты бы мог бы позвонить, сказать, что ты не приедешь. И он ей сказал, я тебе писал, я тебе писал. Ты что, кто-то открыл твой телефон и читал сообщение? Ну, вот, пожалуйста, вам на лицо газлайтин. Она это все послушала и продолжила с ним общаться. То есть он ей запудрил мозги, что кто-то открывал ее телефон и читал сообщение. Она понимает, что это бред совершенный, но она продолжает с ним общаться. А почему? А потому что ментально уже они связаны. Все. Просто за время вот этого кофейка с Бобом, за время, пока он ее слил, когда должен был прийти за ней в кино, она думала о нем и почему он так сделал. Вот, пожалуйста, как образуется ментальная связь между нарциссом и жертвой. И все. Я помню в моей ситуации, когда у меня с нарциссом произошла первая ссора, он исчез тогда на три дня и появился на четвертый. И когда опять мы с ним начали общаться, я спросила, почему-то исчез, ничего не объяснил. Ой, да не переживай, я бы все равно больше, чем на три дня не исчез. Я стою, в смысле, на четвертый день ты меня бы просто уже забыла. Представляете, какая гадость? Оно планировало три дня со мной не общаться и в то же время ссало, что я его забуду на четвертый день. То есть он пережидает тот момент, когда ниточка может поломаться и возвращается. Понимаете? У них все по схеме в голове. Просто. А так, что у нас дальше было? У них завязались отношения. Конечно же, все дошло до секса. Не угадайте, что первый секс был ужасный. Как и в принципе со всеми нарциссами. Пожалуйста, девочки, вспоминайте. Или ребята, кто с нарциссами был связан. Какой у вас был первый секс с нарциссом? И что после этой ночи вы думали, что больше я с ним общаться не буду. Было такое у вас? Пишите в комментариях. Девочка, конечно же, решила, фу, нафиг, кого мне надо. Но каким-то образом он все равно начал скрепь, лезть с какими-то своими делами. Да, у них была машина? У него не было. Отвези ты меня туда, отвези меня сюда. И связь у них не перерывается. Какой бы там секс хреновый не был, какой бы он сам хреновый не был, все равно он постоянно ее атакует, постоянно попадается ей на глазах. Тем более, это очень трудно, они соседи. И вот так вот постепенненько она к нему привыкла. Потом вроде как секс наладился, но точно это был не мачо, что человек уже смирился, пусть будет, что будет. Он подарил цветы, ну, розу одну. Вы понимаете вообще? Это что такое? То есть вот это как раз нарц, который не хочет вкладываться, да и не будет, он не будет никуда вкладываться. Это вот как раз тот тип, который ничего не делает, но он получает жертву вот так вот степ-бай-степ, именно эмоционально, ментально, морально и со всех сторон. Там уже разницы нет, дарил он ей что-то или не дарил. Но дело в том, что девочка ему дарила подарки, а эти подарки куда-то все пропали. Она не могла добиться, у нее куда же летелись. Она ему подарила браслет, и этот браслет куда-то исчез. И когда она пыталась добиться, где этот браслет, посмотрите, что он ответил. Вот вам, пожалуйста, словесный салат. Слушай, браслет нет, браслет прикольный, очень мне нравится. Я его ношу, просто на самом деле его достаточно тяжело одному застегнуть. Надо минут пять потратить, чтобы попасть шпеньком в эту дырку. Вот, а сейчас на самом деле я его забыл на фарфоре, когда один из последних разов ночевал. Я его снял, короче, и этот, и забыл. Потом все, короче, прикол был. Мама звонит, короче, тут браслет какой-то, типа, блядь, не твой. Так что он на фарфоре лежит. Я в этот раз бы хотел его забраться, и опять забыл. Она ко мне в комнату его отнесла. Он мне на глаза не попался, поэтому про него даже не вспомнил. Не, браслет я ношу, браслет прикольный. Если нарцисс с более-менее средним интеллектом пытается преангулировать жертву как-то между сток, то этот нарцисс это делал прям в цвет, в глаза. Заставку на телефон он ставил себе в лице девушек, которых постоянно менял. И девочка, с которой он общался, должна была все это созерцать. То есть сегодня у него Даша, завтра Маша, послезавтра Аня. Плюс он никогда не давал фотографироваться с собой. Девочки, вспоминаю, чьи нарциссы делали так же. Он никогда с вами не фотографируется. И даже если он где-то стоит рядом просто, он категорически запрещает выставлять свои фотографии в соцсети. Жертва не имеет права выставлять ничего с ним. Для чего все это делается? Это делается, естественно, для того, чтобы остальные его жертвы, которые там где-то законсервированы, не увидели его с девушкой и никуда не соскочили. Она уже начала копаться в интернете. Она понимала, что с ней происходит что-то не то. И она уже немножечко стала входить в эту тему и понимать, с кем она общается. Ну и что она сделала? Она его сняла на камеру, пока он не видел, когда он был у нее дома. И выставила это все в свои сторис. Зная, что остальные его жертвы следят за ее сторис, так как она была основным ресурсом. И это при том, что они друг у друга были заблокированы. С нарциссами вы знаете вот эту всю историю, что вы постоянно друг друга блокируете, потом разблокируете. С нарциссом же невозможно нормально общаться. И что же вы думаете, пожалуйста, вот вам доказательство того, почему нарцисс не дает выкладывать с собой фотографии. На следующий же день он пришел и начал кричать на эту жертву. Ты зачем выставила это фото? И она вообще говорит, откуда ты это знаешь? Ну то есть вы понимаете, что вот эти вот девочки и другие, которые там сидели, они начали ему предъявлять и сливаться. Потому что он так же им врал, как и ей, о всех своих похождениях. И его, конечно же, это очень сильно разозлило. Зачем он это делает? Это делается, во-первых, для треангуляции основной жертвы. И когда он находится в присутствии других жертв, он на заставку ставит фотографию основного ресурса. При этом, обливая ее грязью с ног до головы, говоря, что она истеричка, она его преследует, она по нему с ума сходит и по двери у него спит. Играя с этими фотографиями, он запускает механизм слежения жертвами друг за другом. Жертвы начинают взаимодействовать друг с другом, не включая нарцисса. И он не рассчитывает на то, что пешки могут играть без короля. Он орал не только потому, что он мог потерять тот второй ресурс. Он еще орал, скандалил и кричал, потому что это произошло вне его контроля. И это у него, конечно же, вызывает огромную ярость и злость, потому что он теряет контроль. А это для нарциссов невыносимо. Кстати, мой нарцисс тоже очень сильно разозлился, когда я дала понять жертве его новой, что это чучело из себя представляет. Его очень бомбило, его чуть просто не разорвало. Там такой изрыгался огонь в телефон мне. Мне было очень весело, правда. Но я тогда уже была в курсе, кто это и что это. Честно, я удовлетворила себя этим поступком. Но на тот момент мне было не все равно. А вы сами знаете, что пока жертва еще, даже если она все знает и понимает, она все равно в зависимости, ей хочется в какой-то месте, правильно? И ты получаешь от этого удовлетворение. Это вот сейчас мне, например, все равно, абсолютно ровно. Для меня это вообще пол. Вот пол, по которому я хожу. Все. Я полу ничего доказывать не буду. Все, что я буду делать, это максимум топтать его. Он больше всего бесит и бомбит огласка. Особенно, если узнает это новая жертва, которая еще на стадии сахарного шоу с ним, ой, для него бы не представляет. Это просто ух. Для него это жесть. Это, конечно, только с таким нарциссом безопасным можно все это провернуть. Потому что, если у вас еще и абьюзер там какой-то, то, не дай бог, даже не думайте. Он еще открывал их отношения. И объяснял это тем, что как будто бы его мама, которая 70 лет, против, вот потому что мы соседи, и она не поймет. Это объяснение тому, что ты реально скрываешь человека. Посмотрите, как он себя вел в ситуации, когда нужна помощь. Мы знаем, что нарциссы никогда не оказываются рядом, когда они нужны. Особенно тогда, когда нам нужна их помощь. Переписочку читаю с нарциссом и жертвой. «Зачем ты звонила?» Он ей пишет. Уже, да, вопрос такой идиотский. «Зачем ты звонила?» В смысле, в нормальных отношениях вообще может быть такой вопрос? Раз звонила, значит, нужен был. Или мы общаемся только, когда тебе от меня что-то надо, помощь, например. У жертвы была машина, и он ее использовал в качестве водителя. То есть машина была одним из ресурсов. Они настолько мелочные, что для них будет ресурс даже машина. Просто его куда-то отвезти, привезти. Одна жертва будет у него. «Машина, другая покорми, третья секс». Везде по чуть-чуть они тянут. «Я слушаю, пиши, я в метро», — говорит нарцисс. «Что случилось?» «Мне нужна твоя помощь». «Когда сегодня?» Он ее спрашивает. «Блин!» Ну, тут по-другому чуть. «У меня автобус в Москву в 21.30». «Что случилось?» «Почему не написала раньше?» «Я весь день ничего не делал, был свободен». И она ему пишет. «Какая разница, почему и что, если мне нужна твоя помощь?» «Просто приезжай». «Не вопрос, но у меня билеты в Москву, туда и обратно уже. Ты не могла раньше сказать?» Ну, вот, например, ты едешь на велосипеде, упала ты на этом велосипеде, расшибла себе коленку. Нарциссу звонишь и говоришь, слушай, я вот себе тут коленку расшибла, приезжай. А он такой говорит тебе, ты не могла мне раньше написать? Ну, то есть, ты не могла расшибить свою коленку раньше. Понятно, да? И тут начинается словесный салат. «Я купил около шести часов эти билеты. Я бы перенес бы эти билеты, если бы, если бы. Давай завтра вернусь и словимся, и словимся. Ты в порядке, а то я уже в автобусе еду». Ну, к примеру, там, Маша ее зовут, да? «Блин, Маша, не утрируй, мне утром магаз открывать. У меня уже билеты куплены. Весь день я ничего не делал. Почему ты не позвонила раньше?» То есть, он настаивает на том, что почему она ему не позвонила раньше. Он не настаивает на том, что, слушай, а может я как-то приеду, тебя спасу. Любой нормальный мужик бы, он бы так и сделал. Он даже до конца не выяснил, а что же ей было нужно. Выдирает из контекста, что ему выгодно, и начинает на этом настаивать. Все его ответы концентрируются только на нем, любимом. «Я купил билеты, мне надо ехать, я там весь день ничего не делал». И упрек в ее сторону. «Что же ты раньше не позвонила?» Вот следите за словами, как это все происходит. В конце концов, она еще виновата, то, что она у него помощи попросила, еще и виновата, что она раньше ему не позвонила. Вот так вот они засирают мозг, понимаете? Вот так. А еще у нарциссов есть такое любимое слово «если бы». То есть «если бы до кобы во рту выросли грибы». Ты о чем-то просишь? Отвези меня в аэропорт, к примеру, да? «Ой, да если бы мне не надо было к маме ехать, я бы, конечно, тебя отвез». «Ой, да если бы я не был занят на работе, конечно бы я там все сделал». Тут всегда есть «если бы», чтобы жертва не попросила. Все есть ответ «если». То есть проблемы жертвы, какие-то нужды всегда игнорируются. И говорят тебе прямо, что «я не хочу тебе помогать», «я равнодушен к твоим проблемам». «Кто ты такая, чтобы я тебе вообще помогала?» Что для них любая девушка, любая жертва, даже жена, для них ничто. Чего это я буду помогать, вообще непонятно кому. Я это буду делать только тогда, когда у меня будет какая-то выгода. Чего мне тебе помогать, если у меня за это ничего не будет? Они так никогда не скажут. Они будут говорить «если бы, я бы». То есть он тебе все еще кидает надежду на то, что он может это сделать, и он хочет это сделать, но он не может, потому что обстоятельства. Вот все вокруг виноваты, только не он. Понимаете? Вот так, вот так вот. Смотрите, на чем они вообще живут и держатся. На лесте, когда на них смотрят как в свое отражение. С открытым ртом. Да, для них это жертва ресурсная. Они могут таких жертв держать на расстоянии, тысячи километров. Просто перебисываться с ними, даже не встречаться. К примеру, нашей девочке, про которую я рассказывала, случилась такая история. Она говорит, тот попросил меня сфотографировать его на свой телефон. И она говорит, я пока отшелкала, сверху пришло оповещение. Писала им, какая-то девушка, ты мой дорогой, любимый, хороший, я тебя так жду. Он мне, видимо, там, понаобещал, что он к ней приедет или она к нему приедет. В этом сообщении был посыл увлеченности, что она его чуть-то там не боготворит, что она его ждет. То есть они настолько ущербные, что им постоянно 24 на 7 нужно, чтобы кто-нибудь им в уши дул. Ты самый лучший, ты самый классный, ты самый красивый и тому подобное. Например, мой нарцисс, почему еще, кстати, меня очень рано стало обесценивать, потому что я бесплатно комплименты не раздаю. Я могу похвалить того, кто действительно заслужил его. Изначально мне казалось, что у него были какие-то положительные качества, я могла их озвучить. Но потом, как бы я ни была в мороке, я все равно видела, что нифига он не делает ничего полезного для меня. И даже наоборот, естественно, я не буду ходить ему раздавать комплименты. И как-то я помню один раз, была на телефоне со своим сином, я его как-то очень ласково назвала по телефону. Чучело это смотрит на меня и говорит, хоть бы раз меня так назвала. У него же прямо это вывернуло, что не его назвали, а вот сына своего я назвала. Мне тоже намекал всегда, что я, почему я его не хвалю, почему я ему комплименты не раздаю. Да, это у них такой пунктик, один из ресурсов. В общем, потратила девочка 2 года своей жизни на всю эту кашу. Вышла она из этого вся разбитая. Ей хотелось внимания, естественно, потому что он выжил из нее все соки. Вот это, кстати, большая ошибка. Я об этом говорила много раз уже, что после отношений, особенно с нарциссом, нельзя вступать в следующие отношения. Нужно подождать, нужно излечиться хотя бы годик, чтобы с кем-то вступать в отношения. Даже если ты рассталась с нормальным человеком, мы там друг друга как-то не устроили, все равно человек должен восстановиться. А после нарцисса так вообще, там нужно пройти реабилитацию, иначе ты опять нарвешься на такую же дрянь, а то и хуже. Что и произошло с нашей героиней. Она нарвалась на кого? На абьюзера. Вот, пожалуйста, вам пример. Завтра будет точно новый день, но я в хлам. Ты нашла себе получше, детка, я джаман. И не будет снова завтра, похуй, как ты там. Как ты там? С кем ты там? И я убитый, как вчера. Завтра будет точно новый день, но я в хлам. Ты нашла себе получше, детка, я джаман. И не будет снова завтра, похуй, как вчера. Как ты там?